Шли андатры, все распухшие, все 20, не меньше 20 штук. И они вот тут лежали дохлые, вот шли туда в Косогор. Прям лежали, их собирали, их выбрасывали. Погибли все, плывет одна утка и та навстречу фекалиям. Экологическая катастрофа произошла в озере возле домов на улице Гущина. Местные жители говорят, проблемы начались еще в прошлом году. Сначала в воздухе заиграли миазмы, а позже канализационный запах с озера начал доходить уже до окон домов. Люди уверены, в этот водоем кто-то подло сливает фекалии и прочие нечистоты. Ну, когда мы заселились, здесь было большое, хорошее озеро. Мы здесь ходили, выходили здесь, рыбаки также рыбачили. Мы здесь могли пожарить также шашлычок, то есть, ну, конечно, с собой убирали. Здесь было очень хорошо, уточки летали, лягушки квакали, было красиво. Теперь ушли даже лягушки. На языке чиновников озеро безымянное, а ведь именно здесь, говорят местные, находится исток реки Пивоварка. К этому истоку периодически приезжают осенизаторские машины и под чутким контролем местных пенсионерок делают свои грязные дела. Также зимой здесь произошла авария и слив канализационных стоков. Это именно это, это дерьмо, которое должны были убрать, никто это не убрал. Здесь, если обойти озеро с той стороны, то есть, направление сюда, там, как коллектор, я не могу объяснить, как это называется, шум воды идет, это не вода, канализация, и она вся сливается в озеро. То есть, люк фактически не закрыт, мы его легко открыли, посмотрели, туда можно, пожалуйста, сбросить все, что угодно, исчезнуть там и потеряться навсегда. Слышится шум, как хорошо бежит вода в это озеро, пополняя его нечистотами. Прекрасно. Жители подключили ОНФ, писали в разные инстанции, но пока так и не выяснили, кто должен очистить озеро и почему до сих пор это никто не сделал. Озеро с уточками, как он называет Барнаульцы, это участок, который расположен на части парка Юбилейного, собственно, таким образом и отмежен, просто переходящий за улицу Малахова. Потому что традиционно мы воспринимаем парк Юбилейный только по одну сторону. Я думаю, первое, нужно выяснить, на чьей земле расположено это озеро. Возможно сделать водоохранную зону. Вокруг дома, вокруг живут люди, озеро с непонятными нечистотами. Вернутся ли на озеро андатры, утки и лягушки? Сегодня это зависит от чиновников и упорства местных жителей, которые не хотят мириться с болотом под окнами. Мы обязательно будем следить за этой темой. Ирина Корчегина, Александр Антропов, День с толком.